Здравствуйте! Сегодня мы продолжим знакомиться с компьютерами Apple 80-х годов и поговорим о Macintosh Plus. Этот компьютер был представлен 16 января 1986 года, то есть через 2 года после оригинального Macintosh, и имел 4 серьезных отличия, о которых мы сегодня и поговорим. Первое и, наверное, самое главное – это увеличенная оперативная память, о чем, кстати, и говорит название «Плюс». В стандартной комплектации она составляла 1 МБ, но теперь оперативная память представляла собой более знакомые современному пользователю планки, а не впаянные материнскую плату чипы. Вместо 4 планок по 256 КБ пользователь мог установить планки по 1 МБ, тем самым увеличив оперативную память до 4 МБ. Второе отличие – это появление порта SCAZI, посредством которого можно было подключать к компьютеру массу дополнительных устройств, таких как внешние жесткие диски, накопители на магнитной ленте, CD-румы и принтеры, тем самым значительно расширив функционал компьютера. Использовалась 8-битная шина с пропускной способностью в 1,5 МБ в секунду в асинхронном режиме и 5 МБ в секунду в синхронном режиме, а максимальная длина кабеля составляла 6 метров. Порты SCAZI оставались стандартным оборудованием для всех Macintosh вплоть до 1998 года, когда были заменены на USB. Третье отличие – 400-килобайтный Floppy дисковод, использовавшийся в первых моделях Macintosh, был заменен на 800-килобайтный, имеющий две головки чтения записи, что позволяло одновременно использовать обе стороны дискеты и тем самым иметь вдвое больше дискового пространства. Это имело очень большое значение, так как компьютер не имел внутреннего жесткого диска, а внешние диски приближались к стоимости компьютера. Конечно, это сразу отразилось на качестве разрабатываемых программ и игр. Появилась возможность использовать более детальную графическую прорисовку объектов. Четвертое отличие – не такое глобальное, но все же достойно упоминания. Дело в том, что, как известно, в 1985 году из-за разногласий с тогдашним гео-компанией Джоном Скалли ее покинул Стив Джобс и в работе над Macintosh Plus, естественно, не участвовал. Непримиримую борьбу с большим братом IBM больше вести было некому, и на клавиатуру вернулся цифровой блок с 18 кнопками. Я слышал историю, как в середине 80-х на лекции в одном из американских колледжей к Стиву подошел студент с просьбой оставить автограф на клавиатуре. К несчастью, он взял с собой клавиатуру именно от Macintosh Plus. Джобс, конечно, исполнил просьбу, но перед этим вырвал все 18 дополнительных кнопок с помощью ключа от автомобиля. Кроме этого, был целый ряд мелких отличий, таких как появление надписи, название модели на передней панели компьютера или изменение цвета корпуса. Вместо бежевого был использован платиновый цвет. Хотя Plus был более мощным и имел более многообещающий потенциал долголетия, в целом он обладал аналогичными характеристиками, такими как 9-дюймовый черно-белый монитор, процессор Motorola 6800 и мышь DB9. Плюс еще не был оснащен вентилятором, что делало невозможным установку внутреннего жесткого диска без внесения существенных изменений в аппаратную конфигурацию. Продолжение следует... Представленная в 87-м году у System 4 была первой операционной системой от Apple, выпускавшейся на 800-килобайтных магнитных носителях. Отличий от предыдущих систем было немного. Все те же 7 встроенных программ, из которых убрали ноутпэд и пазл, а добавили поисковик FindFile и мастер подключения принтеров Chuster. В завершении сегодняшнего обзора по традиции вспомним игры 80-х годов и поиграем с Tufflepac Cafe. Цель игры – забить шайбу мимо соперника. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... На сегодня все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Увидимся!